так еще раз это самая фотография почему сейчас поймете итак вспоминаем лишний раз не могу не пудуть вот почему помните почему бекер вам на этот чек написал мне почему бекер нашел причину почему прислал это обманули что вы от нас хотите какие мы получили такие вам и отправили то есть в этом смоленске своего сада нет поэтому еще раз пожалуйста у этого бекера который выманил наверное деньги не за 1 миллион саренса это самая распространенная фирма давно морочит голову самая-самая если саренцы спросите ради бога где ваш маточный сад покажите хоть один это почему тут же внимание моя фотография называется абрикос сибиряк ну почему не поверить в сибири абрикосы это да это вот видите тут справа вверху это уже не имеет сибиряк но здесь радость совсем другой это же я торгую персиками саренцы сибиряк вот это же аман раз сибиряк значит вырастет в сибири и поверится а сад где персиков сибири это смешно да еще один пожалуйста вот она же внимание атаки за сколько еще пустое вот это вот еще раз нарисованные сады это я беру прямо вот только я включаю компьютер я сейчас могу это показать если хотите вот справа вот так и все они нарисованы или украденном интернете там сливы я вам показывал десятки раз я просто хочу чтобы кто-то бы вот вот такую маршу провести ну понимаете чтобы с братом уже столько добра сделали вот из нашего вот уже пошло поехало вот уже тут и весь просмотром без просмотра вот уже на это но это наши пожалуйста мы таких по на делу сколько угодно даже с этого с мобильного телефона можете сделать все что от вас надо это ребята вы сделаете помогите в не на вес мы с братом не дураки помогите нормальным людям вот эту фирму а там написано что там написано что это колорида рыковой всегда колонавидный а их нет в природе а тут же рядом тут же рядом следующая страница рассказывается про него все вся биография его нет природе а про него длинный рассказ кто-то я уже умоляю от скуки зима ну кто-то да так то везде телефоны запишите скажите пожалуйста что колонавиды персиков нет на планете ни одного колонавиды груши нет ни одного абрикоса нет ни одного слева нет ни одной через синяя колонавиды нет ни одного до всей планете вообще нет а вы продаете и какой ответ будут утверждать дальше тогда задать следующий вопрос но у тебя даже это самое это же видите что это же рисунок почему нарисованы они для настоящего а где ваш сад еще раз ребята это должно быть для студентов пусть не каждый ну и люди доверчивый раз на это значит надо верю а он нарисован всегда вот на таком фоне это нарисовано и вот получается что на что привиты поплыли и все это записать вот если скажут что как это гордо зато да у нас нет но зато мы являемся поставщиками из лучших садов мировой селекции вот так вот да тогда следующий вопрос где вот конкретный саженец вот я хочу купить где эта мировая селекция в каком государстве уже ясно что не в россии я вас очень прошу помогите нам я имею ввиду россиянам мы то не дураки с братом но помогите россиянам это знаете просто когда готовился брюкос манджурский вот это приморье вот пожалуйста сад почему бы и нет там он и должен быть манджурский вот моя знаменитая линейка вот она и кому верить а если вам сибирский пацан а потом опытнейший человек так называть фамилия не называть московский ботанический сад я не буду называть я говорю черно сибири то не не расти все когда вот супер морозостойкий сибирский только что ты сегодня возможно правильно говорит привательно бесполезно правильно говорит а фотография моего а люди поверят она права а потом выбрасывать его а вот это вот кстати проведена огромная уникальная работа и теперь это уже и не дикарь кстати вот весь заказывать будет это уже не дикарь и совместимость у него теперь вот с такими абрикосами вот с этими вот до 120 и более грамм ну не 100 но 98 29 процентов особая работа все жду казачью премию как-то забывает понимаете пожалуйста сколько людей будет тогда когда-то там супер специалист сказал что пацану сибирский что они не съедобны что доните запревать и она права альтернатива тогда и предложил доска смотрите там в это не вне доверяйте сибирька вы знаете кого я говорю вот почему не работают надзоры сколько их потреб сельхоз санитарный вот прокуратура возьмите этот бекер он не а таможни как они машина за машиной фурами вот по несколько тысяч каждого так я сам свидетель того что говорю что знаю корни так обрублены надо там это верхушка плевать а вот самое место назовем это самое занимаемое место объем это корни их вот так обрубят вот получается вот столько и вот так плотненько плотненько ну то что потом они погибнут все из корней понятно вы будете садить друзья многие из вас не отрезал кровь соответственно а я показывал если вот так вот корни обрубить то надо от полутора метрового саженца оставлять вот столько вот столько в самом низу а здесь две три почки и вот видишь он бы еще и выжил вот ну то есть он бы годом позже уже бы замерз ну хотя бы прижился вот таможня дает добро дает пожалуйста сколько назад получает раз мы получаем это добро значит таможня итак вывод на территории россии процветает гигантский лохотрон вне внимания властей мне больше узнать что обидно для чего работает академия наук научно-исследовательские институты именно научно-исследовательские огромное количество господиспитательных станций по всей россии огромный ведь пока а завалено саженцами вся россия что творится весною и и практически все уже негодно и помните что продать не могут они с листьями еще пытается вот как смысл-то теряется вообще вот это вот новая сорта якобы я сказал якобы вот вот огромное количество единственное что спасает там ни хрена работе этим ученым не платят они если вот как я сколько я знал они у них у всех гулять свои свой маленький бизнес а иначе бы правда не выжили а какая-то наука наука настоящая надо новую программу составить вот это все получилось а здесь получается что власти этого не знают и не понимают объяснить некому я вспоминаю дудинцева белая одежда перечитайте эту книгу вы поймете как что пришло какое время пришло тогда при перестройке появился доктора как обухом приду по голове как обухом только ничего из этого не изменилось